МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три автомобиля Баги из Еврейской автономной области передал участникам специальной военной операции полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Вице-премьер побывал на разных участках фронта, в том числе, где ведутся активные боевые действия. Встретился с командирами и бойцами частей морской пехоты, Тихоокеанского флота и добровольцами. Также в ходе поездки Юрий Трутнев вручил награду военному репортеру проекта «Варгон» за Дмитрию Селезневу, который стал победителем литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева. Люди должны проснуться, должны понять, что здесь воюют, здесь защищают страну, должны найти свое место в этой работе, потому что я считаю, что сегодня стоять в стороне никто не должен. Вся страна должна помочь завершить победу специальной военной операции. И ваш вклад здесь очень большой. Специальный корреспондент проекта «Варгон» за Дмитрий Селезнев освещал события в Донецке, Волновахе, Мариуполе и Луганской области. Никита Натапов, Новости 21. Выпускники Биробиджанской коррекционной школы получили свое первое свидетельство об образовании. За два года они освоили программу и теперь готовы перейти к новому этапу в своей жизни. У нас сегодня очень необычный день. 27 наших ребят получают свидетельство об образовании. Это первый у нас такой массовый выпуск наших ребят. Нам было с ними очень комфортно, мы очень провели позитивный учебный год. И хочу обратить внимание, что это первый документ для наших ребят. То есть сейчас это свидетельство об образовании, оно дает им право на повышение своего профессионального образования. Большинство выпускников уже знает, кем бы хотели стать, а кому-то еще только предстоит принять важное решение в своей жизни. Но каждого из них уже ждут в областных учреждениях среднего профобразования. Софья Гинатулина, Богдан Патрин, Новости 21. Проект творческой группы Облучинского театра юного зрителя «Арт-квартал» набирает обороты. Очередная творческая площадка работала в минувшие выходные и собрала тех, кто хотел попробовать себя в роли живописца. И тех, кто воспользовался возможностью закрепить ранее полученные знания. Мастер-класс по рисованию гуашью провела Татьяна Соколова при поддержке своих коллег из детской школы искусств. Огромное спасибо за то, что нам дают возможность участвовать в таких проектах, где мы можем реализовывать наши идеи, воплощать их в жизнь. Для наших мастер-классов не обязательно иметь какое-то специальное образование, какие-то курсы проходить, потому что все занятия подобраны так, чтобы ребенок мог творить здесь и сейчас. Всем участникам предстояло пройти весь процесс создания живописной работы. Основу подготовили сотрудники школы, а дальше все зависело от внимания и старательности ребят. Каждый этап сопровождался комментариями и демонстрацией приемов от педагога. Участие родителей приветствовалось, но помощь понадобилась только самым юным живописцам. Я учусь в детской школе искусств уже четвертый год. Я хочу нарисовать красивый пейзаж какой-нибудь, и я надеюсь, что у меня очень хорошо получится. Время мастер-класса пролетело незаметно, оставив на память атмосферу дружеского общения и новые знания. Сам проект «Арт-квартал за тюзом» продолжил свою работу. По словам организаторов, регулярные встречи на площадке запланированы до конца июля. Вячеслав Пасманик, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21. Смотрите далее. Лучший по профессии в областном управлении МВД прошел конкурс среди сотрудников органов предварительного следствия. Охота на браконьеров, о рейдах в лесах автономии рассказали слушателям Авторадио Биробиджан. Конкурс профессионального мастерства прошел среди следователей областного управления МВД. Сотрудникам необходимо было продемонстрировать теоретические знания и практические навыки. На одном из этапов следователи собирали и фиксировали следы предполагаемого преступника. Профессиональный эксперт-криминалист помочь сможет не всегда, поэтому каждый следователь должен сам четко знать все особенности работы по сбору улик. На других этапах конкурса сотрудники демонстрировали свою физическую подготовку, знания по обращению с табельным оружием и навыки оказания первой помощи. Никита Натапов, Новости 21. О работе охотинспекторов говорили сегодня на Авторадио. У животных, населяющих леса автономии, сейчас благодатный и важный период. У медведей, например, гон, у копытных – отел, молодые олени обзаводятся первыми рогами, пернатые выводят потомство, а лисы с потомством прощаются. Молодняк уходит в свободную жизнь, в которой всех их и могут поджидать браконьеры. Но самих браконьеров, к счастью, ожидает лишь строгое наказание, благодаря рейдам, которые регулярно проводят охотинспекторы. На маршруты проверок они выходят не одни. В начале 2023 года подписано соглашение с сотрудниками УВД, получается, полиции, Росгвардии. То есть мы привлекаем спецподразделения Гром, СОБР, ОМОН, как бы для поддержки, силовой поддержки. Потому что ситуации в лесу могут быть разные. Но в целом, по словам Алексея Владимировича, обстановка в лесу складывается благоприятная. В частности, наметилось восстановление популяции кабана, сильно поредевшей во время распространения по лесу африканской чумы свиней. Оживает фауна и после пожаров. Животным пойдет только на пользу, если и люди в лесу будут вести себя по-человечески. Полная запись эфира на портале reabir.ru Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21.